Проблема плачевного состояния общественного транспорта в Уссурийском районе стоит так же остро, как во многих крупных городах и районных центрах России. Председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин в рамках социальной программы «Доступное село» решил проверить качество пассажирских перевозок в Уссурийском районе. Местные жители села Воздвиженко очень обрадовались долгожданному визиту председателя. Нам вот такие автобусы не нужны, у нас дети, мы боимся с детьми на нём ехать. Он по дороге где-нибудь развалится и всё. Да как не развалится? Давайте вместе проедем. Для того, чтобы самому всё тщательно проверить, Виталий Наливкин решил лично занять место водителя автобуса и провести пассажиров по их привычному маршруту. Для многих жителей села такое решение председателя стало настоящим сюрпризом. Вообще не ожидали, не думали. И это для нас шок, что вот так. Спасибо ему, золотой человек вообще. Сам Виталий Наливкин сказал, что всегда мечтал побывать в роли водителя пассажирского автобуса. По словам председателя, ему очень близки ответственные профессии, особенно когда речь касается безопасности простых граждан. Вот спасибо нашему депутату. И вот первое ДТП, вызванное отвратительным состоянием дорожного покрытия, которое спровоцировало потери управления пассажирским автобусом. И лишь благодаря профессиональным водительским навыкам Виталия Наливкина в данном происшествии чудом никто не пострадал. Серьёзно, спасибо вам большое, что никто не пострадал. Все целые, живые люди остались. Большое вам большое. Спасибо вам. Я всегда старался за народ и буду за народ всегда. Чтобы вернуть на маршрут пассажирский автобус и продолжить движение, пришлось прибегнуть к помощи тяжёлой спецтехники. Не обошлось и без участия самих пассажиров. Справившись с непредвиденной ситуацией, Виталий Наливкин вновь занял водительское кресло автобуса и возобновил перевозку пассажиров. И вот первая остановка, на которой автобус под управлением Виталия Наливкина уже дожидаются новые пассажиры. Среди которых и начальник районного отдела полиции подполковник Алексей Андрейченко. О, а ты что здесь делаешь? Я не понял. О, а ты ещё здесь. О, давай, открывай дверь. Давай, присядь. Узнав об участии в инспектировании пассажирских перевозок, Андрейченко попытался отказаться от присутствия на данном мероприятии. Однако сделать это ему не удалось. Давай, присядь. Да какой присядь? Открывай дверь, я не поеду с тобой никуда. В ходе совершения данного рейса председатель особо подчеркнул, что важнейшим фактором безопасных пассажирских перевозок, помимо безупречного технического состояния общественного транспорта, является и уровень подготовки самого водителя, от которого и зависит конечный результат каждой поездки. И вновь дорожно-транспортное происшествие, вызванное на этот раз отвратительным техническим состоянием пассажирского автобуса. И снова всех спасает высочайшее мастерство вождения Виталия Наливкина, который, благодаря своим виртуозным водительским навыкам, уберег транспортное средство от выезда на полосу встречного движения. Блять, сука, где этот дракон, блять, сука, приехали, блять, на работу, нахуй, на туре, нахуй. Ты чё, куда ты уехал вообще? Сняв данное транспортное средство с текущего направления, Виталий Наливкин добавил, что покупать билеты на междугородние автобусные рейсы лучше всего на сайте rfbus.ru. Именно там представлены самые безопасные маршруты, а также самые надёжные и комфортабельные рейсовые автобусы. Больше на этом автобусе никто ездить не будет. Я вам это гарантирую. Спасибо большое. Избавив местных жителей от смертельной опасности, Виталий Наливкин заверил, что проверит каждый пассажирский автобус в Уссурийском районе подобным образом. По словам председателя, он всегда будет стоять на страже безопасности пассажирских перевозок и не допустит, чтобы жизни и здоровью простых граждан что-нибудь угрожало. Спасибо, что подвёз. Буду весь век благодарен тебе. Постоянно.